Цветастые сари, песни на незнакомом языке, книги в руках и улыбки на лицах. В Белгород-Днестровске приехали последователи ведической культуры. По-простому их называют Харе Кришна, по-научному – Вайшнавы. Приехав на электричке утром, они начали петь прямо там. От парка «Мира» прошли по улицам города, зашли на рынок. Несколько мужчин и женщин неизменно привлекают внимание прохожих. Только что купили книгу? Да, да, да. Ну, конечно, они… надо знать. О чем книжка? Да я вообще-то Кришна. Да, Кришна. Так вы отсюда, с Белгорода? Или откуда? Нет, у нас команда, мы ездим по всей Украине. Как вы относитесь к такому необычному? Мне не нравится. Да? А что они поют, знаете? Нет, что-то про Бога, наверное. Ничего особого там. А что рассказывали, о чем книжка? Для судьбы, наверное. Для чего? Для судьбы, для жизни. Артем рассказывает, что проповедническая группа состоит из последователей Кришны, которые живут в разных городах. Молодой человек, как и его товарищи, читает священные писания, повторяет древние мантры и уверяет, что таким образом познает себя, Бога и другую реальность. Здесь ребята собрались преданные, они со всех городов. Здесь присутствуют из городов Полтава, Киев, Харьков, Ровно, Луцк. И каждое лето мы проводим такой марафон. Марафон называется «108 Харинам». Это называется «Харинама Санкитана». Она описывается, что в Кали-Югу, в каждом городе, в каждой деревне будут ходить преданные и воспевать святые имена Господа. Алена угощает прохожих печеньем и объясняет, что это непростая пища. Девушка живет в Ровно, работает преподавателем английского языка, а свободное время посвящает саморазвитию. Это просад, это священная пища. То есть мы приготовились с любовью и Господу предложили. Наталья приехала отдыхать из Белоруссии. Такую экзотику видит не первый раз. А украинцам, хорошо принявшим туристов, говорит отдельное спасибо. Все понравилось. Украина нас очень замечательно встретила. Еще я вот такую экзотику показала. Или вы там дома такое видели, да? Видели, конечно. Как ваши отношения? Ну, неплохо. Я очень хорошо отношусь. Я считаю, что это лучше, чем заниматься беспределом. Всего доброго вам. Несколько часов в Белгороде-Днестровском пролетели как одна минута. Вайшнавы благодарят окерманцев за внимание. В ответ слышат то же самое. И обещают приехать на следующей неделе. Спасибо. А не за что. Спасибо вам. Ангелина Савинкова, Виталий Солодухин, Бисарабия ТВ.